Сегодня мы с вами отправимся в путешествие недалёкое из Алании на Димчай. Я поднялся рано утром, в 6 часов утра, и уже нахожусь сейчас на остановке на Бастэйшен, которая в центре города Алании. Здесь на остановке автобуса номер 10 я увидел расписание автобуса. Номер 10 это Димчай. Дорогие друзья, ну вот мы и добрались до местечка Димчай. На этом замечательном автобусе, который стоит и который вы видите, водитель очень доброжелательный. Ехали мы сюда 35 минут на городском автобусе номер 10. А теперь мы с вами пройдёмся по территории и посмотрим, что это с собой место представляет. Ну, во-первых, это ущелье, в горах. Горы достаточно высокие, ну, на мой взгляд, наверное, километр. Может быть и побольше, может быть чуть меньше. Дело не в этом. Но очень красивые горы. И вот внутри этих гор, между горами, находится, вот расположилось ущелье с рекой Димчай. Вдоль реки находятся сделанные такие зоны отдыха для купания. Для просто отдыха, где можно покушать, книжечку почитать, чай выпить, стаканчик, бокал вина. Просто отдохнуть. Здесь так умиротворённо. Ну, а мы с вами немножко пройдём, прогуляемся. Немножко отойдя от остановки автобуса, мы вышли вот на дорогу, которая ведёт якобы в горы. Посмотрим. Здесь тоже очень красиво. Но впереди чувствуется какая-то плотина. Хотелось бы поближе подойти. Может быть, подняться наверх. Ну, а сейчас мы это попробуем и сделать. Слева и справа от меня расположились кафешки. По дороге наверх мне встретилось уютное кафе. Посмотрите, как красиво. И столики такие, и сиденья. Вот чисто по-турецки сделано. Здесь сейчас убирают, готовятся к встрече гостей. Наводят порядок. Уютная такая вот детская палаточка. Для того, чтобы и дети могли отдохнуть и поиграть. И вот ещё здесь такая качелька интересная. А мы продолжим свой путь наверх. Дорогие наши подписчики, сзади меня находится плотина. А здесь вот такая, возможно, натуральный источник воды. Сверху откуда-то льётся такой маленький своеобразный водопадик. Красиво. Я продолжаю свой путь наверх. Много разных деревьев. Виноградники. И вот мандариновое дерево растёт. Посмотрите, вот мандарин. Он ещё вполне зелёный. Но октябрь, ноябрь месяц, они уже поспеют. Поднимаясь наверх, дорогие друзья, я совсем неожиданно для себя увидел такое дерево. Это лавр. Однако, друзья, по дороге мне встречается не только новодел, но и старые постройки. Встретилось нам и инжирное дерево. Плоды, конечно, разные. Как по величине, так и по готовности. Есть вот совсем зелёные. А есть вот такие жёлтенькие, уже готовые. Какие красивые места. Но мне предстоит долгий путь, извилистый. Надо подняться наверх. Вот меня тут встретил друг, собака. Мы, наверное, с ней и продолжим путь дальше. Удивительное по красоте растение. Попалось мне по дороге на вершину. Димчай. Посмотрите, какие шапки цветов. Вот такая одна из зон отдыха на реке Димчай. Посмотрите. Здесь целый городок палаточный сделан. Зона отдыха. Можно искупаться в холодной, прозрачной, чистой воде. Речной. Холодненькая водичка. Я уже попробовал. А там вот можно и на качелях покататься. И посидеть за столиком. Посмотрите, как красиво. И все это сопровождает хорошая, спокойная турецкая музыка. Дорогие друзья, я перешел через речку по мостику, через речку Димчай. И оказался на той верхней точке, откуда хорошо открывается вид на отель. Здесь находится и детская зона отдыха. И смотрите, какие уютные, уютные палаточки для отдыха. Прям под тобой вода бежит, струится. И водная горька имеется. Вон она видна. Часные виды. Правда ли? Чуть выше поднялся я в зону отдыха тоже. Хорошие горки и большой-большой бассейн. Красивый, с чистой водой прозрачной. И тоже лежачки. Зона питания. Питание. Это, наверное, самое тихое, самое уютное местечко у платформы. Можно видеть, как вода скатывается по бетонным плитам канала реки Димчай. Здесь вода, кажется, немножко зеленоватого цвета. Но это от того, что просто оттенок, солнышко. На самом деле здесь вода очень прозрачная. Дошло к концу нашего путешествия. Мы прощаемся с этим удивительным местом. Запомните это место тоже на реке Димчай. Кагларик. Пикник. Кагларк. Пикник. Это пятизвездочный отель. Как видно, здесь все прекрасно. Пусть удача сопутствует людям, которые создали эту красоту. Природа, которая нас одухотворила. А мы, друзья, с вами возвращаемся в город Аланья. И снова поедем на автобусе номер 10, который нас уже ожидает. Пусть труд этого мальчика будет также во благо всем. Пусть каждый из нас знает, в чем заключается чистота. И пусть сохранит его Бог, его труды. И даст ему Бог здоровья. Защитки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...